Субтитры создавал DimaTorzok Самому последнему фрагменту в книге Откровения Интересно, что Откровение заканчивается предупреждением И в этом есть свой смысл Откровение не заканчивается такими словами И после этого все они жили счастливо Жили и не тужили Несмотря на то, что так оно и будет Что жизнь такая и будет для многих людей Однако здесь Иисус Христос снова предупреждает тех людей Которые будут читать эту книгу Что же он говорит? Седьмого стиха по двадцать первый Все гряду скоро Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей Я, Иоанн, видел и слышал сие Когда же услышал и увидел Пал к ногам ангела, показывающего мне сие Чтобы поклониться ему Но он сказал мне Смотри, не делай сего Ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам И соблюдающим слова книги сей Богу поклонись И сказал мне Не запечатывай слов пророчества книги сей Ибо время близко Неправедный пусть еще делает неправду Нечистый пусть еще сквернится Праведный да творит правду еще И святой да освящается еще Все гряду скоро И возьмите мое со мною Чтобы воздать каждому по делам его Я есть им альфа и омега Начало и конец Первый и последний Блаженны те, которые соблюдают заповеди его Чтобы иметь им право на древо жизни И войти в город воротами А вне псы и чародеи И любодеи, и убийцы И идолослужители И всякие любящие и делающие неправду Я, Иисус, послал ангела моего Засвидетельствовать вам сие в церквах Я есть им корень и потомок Давида Звезда светлая и утренняя И дух и невеста говорят Приди И слышащий да скажет Приди Жаждущий пусть приходит И желающий пусть берет воду жизни даром И я также свидетельствую Всякому слышащему слова пророчества книги сей Если кто приложит что к ним На того наложит Бог язвы О которых написано в книге сей Если кто отнимет что от слов книги пророчества сего У того отнимет Бог участие в книге жизни И в святом граде И в том, что написано в книге сей Свидетельствующий сие говорит Ей гряду скоро Аминь Ей гряди Господи Иисусе Благодать Господа вашего Благодать Господа нашего Иисуса Христа Со всеми вами Аминь 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 Это выбор Который нужно было им сделать Нужно было принять определенное решение Иисус еще раз повторяет тот факт Насколько это пророчество важно Мне очень нравится то, что написано в 16 стихе Он говорит Я, Иисус Послал Ангела Моего Засвидетельствовать вам сие в церквах Помните, что в первой главе говорилось? Бог дал это откровение Иисусу Который передал Ангелу А Ангел донес уже до Иоанна То есть фактически вот эту цепочку Снова здесь он повторяет И я не понимаю, как некоторые богословы Прочитав вот это пророчество Все-таки сосредоточены на откровении Иоанна А не о том, что это откровение Иисуса Христа Не понимаю, как они не видят вот этих слов Эта книга уже сама утверждает Что она исходит от Иисуса Христа И даже в конце он снова говорит Это мое откровение Это книга от меня Либо вы в нее поверите и примете Либо вы ее отвергнете Слова, написанные здесь, истинны И исходят они от Бога Бог источник этого откровения Но слова эти необходимо применять А кто-то отвергнет эти слова И в 11 стихе так и говорится Что неправедный пусть еще делает неправду Однако праведный дотворит правду еще Другими словами Сделайте свой выбор Определитесь Значит, кто-то отвергнет эту весть Кто-то примет ее Однако будут и те, кто исказит Основное содержание Или основную идею этого откровения Кто-то дополнит А кто-то убавит Но в 18 стихе Иисус Христос предупреждает таких людей Если же кто дополнит Приложит что-то К словам пророчества сего То Что случится для них? То они заслуживают Божьего гнева Потому что Главная идея этой книги Заключается не только в том Чтобы показать Чему надлежит быть в конце Главная идея этой книги Заключается также в том Насколько серьезно Нужно относиться К Евангелию Иисуса Христа Бог желает Чтобы каждый человек Знал Что если он отвергнет Весть об Иисусе Христе То его ждет Вечное наказание Страдание И страдание Здесь написано в 15 стихе Что такие люди будут вне Они будут за пределами города И когда мы говорим Когда мы говорим с вами о новом небе То естественно Что вы хотите быть внутри В нем А не снаружи Поэтому у каждого действия По отношению К этой вести Есть свои последствия И Иисус предупреждает Иисус предупреждает Здесь людей Говоря Чтобы все слушали И все соблюдали Мы не должны с вами читать Книгу Откровения И потом в конце сказать Да, было интересно Либо вы должны найти В этой книге Ободрение и утешение Либо вы должны Испытать страх Потому что результаты Нашего выбора Измеряются вечностью Своим выбором Вы определяете Своё место вечности Вход вечный город Невозможен Без праведности Которая приходит Через веру в Христа Вход вечный город В 14 стихе здесь написано, блаженны те, которые соблюдали заповеди Его. В английском языке написано, блаженны те, кто омыл свои одежды. Но идея, в общем-то, заключается, идея одна и та же. То есть заповеди, которые мы должны соблюдать, совершенно очевидны здесь. Она заключается в том, что нужно уверовать в Иисуса Христа, Господа. А нечестивые будут вне, навеки. Прибавить или убавить что-то, значит, извратить содержание этой книги. Это будет означать, что это не может быть реальным, потому что Бог говорит, что это реальным. К прибавлению или убавлению относятся также высказывания такого типа, что то, что здесь написано, не может произойти в действительности. Потому что Бог-то говорит, что это произойдет. Поэтому мне очень трудно соглашаться с точки зрения тех людей, которые считают, что книга Откровения – это просто сборник разных образов метафоры и истории, которые не имеют никакого отношения к действительности. То есть в реальности всего этого не будет. Это будет означать, что в аду не будет так уж и плохо. Или, например, люди говорят, что ад не будет длиться вечно. Или кто-то приходит к такому выводу, что в аду, наверное, будет не так уж и плохо. К этому относятся также такие высказывания, когда люди говорят, что есть и другие возможности, чтобы попасть на небеса. Есть много разных путей. Но мы с вами читали в Откровении, что это может произойти только по вере в Иисуса Христа. И главная идея, которая содержится в книге Откровения, можно сказать, что она одна из наиболее важных во всей Библии. Было бы ошибкой за обсуждением различных деталей, каких-то подробностей, не увидеть самой идеи, главной идеи этого пророчества. Некоторые люди даже думают, что не следует обращать вообще внимания на эту книгу Откровения, нужно ее игнорировать. Но Иисус Христос говорит, что слишком важна эта книга, чтобы ей пренебрегать. Она очень важна и для церкви, поэтому церковь не должна игнорировать эту книгу. Она также важна и для неверующих людей, потому что слишком дорого им обойдется игнорирование этой книги. И после того, как апостол Иоанн получил это видение, он просто жаждал прихода, возвращения Иисуса Христа. И мы видим это в 20 стихе, когда он говорит, гряди, Господи Иисусе. Аминь. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинарий.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова